Всем привет! С вами Готика, с вами Сократочка. А это значит, что пришло время очередного модного приговора. Мы так долго этого ждали и на это надеялись. И не получили фактически ничего в новом обновлении к Хэллоуину. Но не будем, как всегда, о грустном, а будем работать непосредственно с тем, что есть. Темой этого модного приговора, приуроченного к Хэллоуину, стали маньяки. Маньяк или серийный убийца – это человек, совершивший несколько криминальных убийств, разделенных по времени. Мотивацией для них служит патологическое стремление удовлетворить свои извращенные желания. Начнем по традиции с мужского персонажа. В нашем сете мы использовали верхнюю рубашку с воротником черного потертого цвета с загнутыми рукавами. Также в этом модном приговоре мы наконец-то решили использовать не штаны или брюки, а комбинезон. В нашем случае это комбинезон с заплатками. Голову нашего маньяка украшает поношенная кепка черного цвета с красными заплатками и потертостями. На ногах у персонажа сапоги Кловили. Они отлично вписываются в цветовую гамму костюмов. В этом сете одежды, по мнению создателей модного приговора, очень хорошо смотрится веревочный оружейный пояс. Он выглядит просто, но я думаю, это отличное решение именно для этого сета одежды. Наш веревочный пояс украшает веревочные кобура, также темного потертого цвета. И, наконец, мы переходим к, так сказать, изюминке костюмов. А есть стали обмотки, которые просто кричат «не подходи, а то зарежу». Вообще, они неплохо смотрятся и лично мне очень понравились. Также в этом году на Хэллоуин мы получили повязку висельника и также решили использовать ее в нашем сете. Мне кажется, повязка выглядит устрашающе, да и ее название говорит само за себя. А перед тем, как перейти к женскому персонажу, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим спонсорам. Вовке из ФБ, Алексею Котову, Анастасии Морс. А также другим спонсорам, которые поддерживают наш канал. Им можешь стать и ты. Всего от 49 рублей в месяц. А теперь переходим непосредственно к женскому костюму. Начнем опять же с рубашки. Здесь мы используем повседневную блузу черного цвета. Рукава загнуты. Некоторые элементы одежды у женского персонажа такие же, как и у мужского. Примером стал комбинезон с заплатками, но уже красного цвета. На ногах у нас красуются сапоги ватонго красного цвета со шнуровкой. Несмотря на потертости на сапогах, я считаю, что они просто великолепно смотрятся на ноге женского персонажа. Головным убором для этого сета мы выбрали черную табачную шляпу. По нашему мнению, она больше всего подходит к этому комплекту одежды. На глазах у нас все та же повязка висельника и обмотки из хэллоуиновского абонемента. Оружейный пояс и вторая кобура также веревочная. Вот такие получились у нас костюмы к Хэллоуину в этом году. Хотелось бы больше выбора с масками, возможно, какой-то новой одеждой. Но, видимо, ждать нам придется еще целый год. А что думаешь ты, дорогой зритель? Доволен ли ты обновлением на Хэллоуин? Чего ты ждал в нем? Обязательно оставляйте свои комментарии. Заходите к нам в Дискорд, ставьте лайки. Сократ их очень любит. Я с вами прощаюсь, но надеюсь ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок